Библейский портал экзегет.ру представляет В книгах Ездра и Немей, мы читаем о ней Но вот здесь он беседует с ангелами Это на самом деле некий богословский спор В прошлой главе разбирались очень интересные вопросы Вот есть грех и есть праведность За грех наказание, за праведность награда Ездра спрашивает, а вот нельзя было сделать так, чтобы человек не мог грешить Чтобы Адам уже не согрешил первым Ангел отвечает, ну, человеку предложена возможность выбора И необходимость борьбы для развития Для того, чтобы праведность была наградой Эта праведность должна приходить с некоторым усилием В сахарной вате жить и питаться через трубочку Это не значит быть праведником Это значит быть идиотом Это значит не иметь человеческого достоинства Ездра говорит, да, хорошо, наверное, есть другая сторона Милосердие Божие Потому что иначе бы мир бы сгорел Вот если бы каждый грех немедленно наказывался То была бы выжженная пустыня, никто бы не жил Он, ангел, отвечал мне и сказал Этот век Всевышний сотворил для многих А будущее для немногих Скажу тебе, ездра, подобие Как если спросишь землю, она скажет тебе, что дает очень много вещества Из которого делаются глиняные вещи А немного праха, из которого бывает золото Так и дела настоящего века Многие сотворены, но немногие спасутся И мы отмечаем заодно, насколько близок этот текст к Новому Завету Так что были даже люди, которые считали, что этот текст написан и христианами Мне кажется, он скорее написан в эпоху, когда писались и христианские тексты Вот может быть чуть раньше И он выражает какие-то общие представления того времени Вот смотрите, спасутся немногие Этот мир, он как глина Глины много А тот мир, как золотая руда Из которой выплавляется золото Ее немного Но она уже в этом мире скрыта Она уже присутствует здесь и сейчас Просто еще золото не выведено из нее наружу Я отвечал и сказал Душа, пожри смысл и поглоти мудрость Ибо ты обещала слушать и пожелала пророчествовать А тебе дано время только чтобы жить Такие немножко выспренные слова И такой здесь синодальный перевод так все-таки довольно туманен То есть давай, душа, ты вот не трать времени понапрасну И прими эту мудрость и смысл О, Господи, неужели ты не позволишь работ твоему, чтобы мы молились перед тобой Дарование сердцу нашему семени и разуму возделания Чтобы произошел плод, который мог бы жить всякий расследник Кто будет носить имя человека Тоже туманный перевод здесь, конечно Но если попытаться пересказать что-то вроде того, чтобы Господи, мы хотим помолиться о том, чтобы Наше сердце и наш разум принесли плоды не только для нас, но и для других людей Вот, собственно говоря, одна из вещей, которые необходимы в этой жизни с Богом То есть не просто исполнять закон, но приращивать смысл, да, приращивать эту самую веру в себе и вокруг себя Ты единый, мы единое творение рук твоих, как сказал ты Он, я напомню, говорит от имени всего Израиля То есть Израиль как единый народ, который возвещает весть о Боге Как же ныне во чреве матернем образуется тело И ты даешь члены, как сохраняется твое творение в огне и в азии Как девять месяцев терпит в себе твое же создание, твою тварь, которая в нем сотворена Ну, вот это очень сложное описание Это беременность, зачатие беременности, да, когда вдруг из одного живого человека Выходит другой живой человек И девять месяцев это таинство, когда еще не было никаких способов посмотреть, да, всех этих нынешних УЗИ и так далее Как это происходит, это же удивительно И хранящие, и хранимые, и то, и другое сохраняются И чрево матери в свое время отдает то сохраненное, что в нем произросло То есть ты хранишь и женщину, и ее плод Ты повелел из самих членов, то есть из сосцов давать молоко Плод сосцов допитается созданное до некоторого времени А после придаешь его твоему милосердию Вот уже после рождения грудное вскармливание тоже ведь чудо, да Вдруг младенец, родившийся, питается молоком матери Как это получается? Ты воспитал его твою правду, научил его твоему закону Наставил его твоим разумом И умертвишь его, как твое творение И опять оживишь, как твое дело Опять оживишь, видимо, речь идет о жизни будущего века, да Которая довольно много говорила в предшествующей главе Что физическая смерть не есть абсолютный конец Если ты погубишь созданного с таким попечением То повелению твоему легко устроить, чтобы и сохранилось то, что было создано Ну, вот тяжеловат здесь перевод Ну, смотри, Господи, ты так много над этим трудился И что ты все это просто погубишь? Неужели не хочешь это сохранить? Как творец, как мастер Мастер сделал некое прекрасное изделие А потом взял его, бросил на пол и разбил Зачем? И ныне, Господи, я скажу О всяком человеке ты больше знаешь Но скажу о народе твоем, о котором болезнен О наследии твоем, о котором проливаю слезы Об Израиле, о котором скорблю Об Иакове, над которым согрушаюсь Иаков второе имя Израиля Человек, который родился как Иаков Потом получил имя Израиль Поэтому народ Израиля часто называют Иаковом Начну молиться пред тобой за себя и за них Ибо вижу грехопадение нас, обитающих на земле Но я слышал, что скоро придет судья Посему услышь мой голос вонми Слова моим, и я буду говорить пред тобой Ну, и он, как и раньше, молится конкретно об Израиле Да, вот это еще Ветхий Завет В том смысле, что не столько отдельный человек Вступает в Завет с Богом, сколько весь народ И вот его молитва Начало слов Ездры прежде, нежели он был взят А взят, очевидно, куда-то Вот в высшие миры, на небо Или как-то еще Я сказал, Господь, живущий вечно Которого очи обращены на выспреннее И небесное Которого престол неоценим и слава непостижима Которому с трепетом предстоят Воинства ангелов, служащих в ветре и огне Которого слово истинное и глагола Непреложное, поверение сильное и правление страшное Которого взор осушает бездна Гнев расплавляет горы И истина пребывает вовеки Вот такое торжественное величание Творец всего мира И властелин всего мира Услышь молитву раба твоего И вонми моленью создания твоего Доколе живу буду говорить И доколе разумею буду отвечать Не взирая на грехи народа твоего Но на тех, которые тебе в истине служат Не обращая внимания на нечестивые дела язычников Но на тех, которые заветы твои сохранили среди бедствий Не помышляя о тех, которые пред тобой лживо поступали Но помяни тех, которые по воле твоей познали страх Не погубляй тех, которые жили по-скотски Но возри на тех, которые ясно учили закону твоему Не прогневайся на тех, которые признаны худшими зверей Но возлюби тех, которые всегда надеются на правду твою и славу Мы разные, говорит он Вот те, которые живут по-скотски Вот те, кто возлюбили правду твою Не смотри на этих, смотри на тех Израиль понимается как некоторое единство Вот только что, казалось бы, ангел внятно ему разъяснил Что те, которые живут по-скотски Придут в жизнь будущего века пустыми А те, которые возлюбили правду Придут полными Их ждет разная судьба Но для Ездры еще все-таки Израиль это единый народ И он говорит, конечно, о земной судьбе Не о жизни будущего века Вот нас поработили, мы в плену А действие предполагает, что это ситуация вавилонского плена Еще до возвращения из него Восстанови нас Ибо мы, отцы наши, такими болезнями страдаем А ты ради нас, грешных, называешься милосердным Если ты пожелаешь помиловать нас, то назовешься милосердным Потому что мы не имеем дел правды Ну, то же самое Павел будет подробно писать Вот смотрите, язык почти один и тот же По милости, по благодати, как это назовет Павел Значит, что не по делам, а дел-то нету Вот как спасает Бог человека Только по милости или по благодати Два слова, но суть фактически одна Праведники же, у которых много дел приобретено По собственным делам получат воздаяние Ну, да, вот здесь Павел, может быть, не согласится Он скажет, что всякий человек грешен Но Ездор говорит, да, наверное, есть такие праведники Которые сами справятся Ну, вот как-то мы, как народ, как общность не справляемся Что есть человек, чтобы ты гневался на него И рот растленный, чтобы ты столько огорчался им Ну, вот это восклицание, что есть человек А ты милуешь его, где-то в псалмах будет сказано А здесь, что есть человек, что ты на него гневаешься Да, вот разве ты будешь гневаться на там Какую-нибудь козявку, которая ползет Вот здесь то же самое, мы ничтожны Поистине нет никого из рожденных, кто не поступал бы нечестиво И из исповедующих тебя нет никого, кто не согрешил бы О, Павел согласится, да, вот столько он говорил, что праведники спасутся сами И тут он признает, да нет вообще-то этих праведников Все согрешили В том-то и возвестится правда твоя и благость твоя, Господи Когда помилуешь тех, которые не имеют существа добрых дел Вот абсолютно Павлова богословия Да, после этих долгих мучительных размышлений Яздор приходит к тому, что есть только один ответ Милость Божья Все остальные не работают Потому что все остальные неизбежно приводят нас к выводу Что любой человек подлежит наказанию за свои грехи Он, это ангел, отвечал мне и сказал Справедливо ты сказал нечто, и по словам твоим так и будет Вот, впервые они пришли к согласию Основная часть этой книги напряженный богословский диалог Ездор с ангелом И, наконец, ангел соглашается Ангел говорит, конечно, от лица Бога Он говорит здесь я, дальше, но это я явно от Бога, а не от конкретного ангела Ибо истинно не помышляю я о делах тех созданий, которые согрешили прежде смерти Прежде суда, прежде погибели Но услаждаюсь подвигами праведных И вспоминаю, как они странствовали, как спасались, как старались заслужить награду Как сказал я, так и есть То есть, смотрите, Бог через ангела говорит Я на праведников, обращая внимание, мне они угодно А на этих я просто не смотрю Это тоже ответ Что Бог такой мелочный и злобный Что он высматривает, где там кто-то что-то нарушил И говорит, ага, вот за это накажу Очень часто его таким представляют Но здесь вот этот образ мне очень нравится Что одни придут пустые, и им будет пусто В этой жизни будущего века А другие полные И у них все будет полностью Вот человек, который согрешает, себя опустошает А не то, что Бог всматривается, выглядывает И вот думает, за что бы ему еще отомстить Вот как бы его еще уязвить Люди такие бывают Но о Боге трудно так себе думать Как земледелец сеет на земле многие семена И садит многие растения Но не все посеянные сохранятся со временем И не все посаженные укоренятся Так и те, которые посеяны веки сем Не все спасутся Век сей, да, то есть мир, в котором мы живем Где есть довольно много зла, греха и всего подобного Я отвечал и сказал Если я обрел благодать, то буду говорить Как семя земледельца, если не взойдет Или не примет во время дождя твоего Или повредится от множества дождя, погибает Так и человек, созданный руками твоими И ты называешься его первообразом Потому что ты подобен ему, для которого создал все И которого ты уподобил семени земледельца Ну, о сотворении человека сказано Что он создан по образу и подобию Божьему И Ездору не забывает напомнить Богу об этом Как будто тот забыл Это его цель сказать Помилуй нас, пожалей, потому что мы же твои Он говорил раньше про образ Ребенка, рожденного в очреве Про образ создания какого-то Которого мастер сделал Вот здесь еще это и образ Самого Бога Вот все для того, чтобы попросить о милости Не гневайся на нас, но пощади народ твое И помилуй наследие твое А ты милосерд к созданию твоему Он отвечал мне и сказал Настоящее настоящим И будущее будущим Такая загадочная фраза Но вот есть люди, которые живут только настоящим Настоящее их, да Ну, их интересует там деньги, удовольствие Они это получают обычно А будущее будущим Есть люди, которые живут тем, что будет Многого не достает тебе, чтобы ты мог возлюбить создание мое более меня То есть, Ездра, не волнуйся Я их люблю больше, чем ты Ты меня все время уговариваешь их помиловать Хотя я часто приближался к тебе самому А к неправедным никогда Но и в том дивен ты пред Всевышним Что смирил себя, как прилично тебе И не судил о себе так, чтобы много славиться между праведными Многие горестные бедствия постигнут тех, которые населяют век в последнее время Потому что они ходили в великой гордыне А ты заботься о себе И подобным тебе ищи славы Ибо вам открыт рай, насаждено древо жизни Предназначено будущее время Готово изобилие Построен город Приготовлен покой Совершенная благость И совершенная премудрость Ну, фактически он ему говорит Не думай много о грешниках Я их люблю больше тебя Не волнуйся Я что-нибудь придумаю Собственно, Новый Завет будет ответом на вопрос А что ты придумаешь, Господи? Корень зла запечатан от вас Немощи тля сокрыты от вас И растление бежит в ад в забвение То есть ты не понимаешь, откуда зло А книга Иова, на самом деле, завершается ровно тем же Когда Господь спрашивает Иова Он очень цветисто, риторически его спрашивает Понимаешь ли ты, как все устроено Можешь ли ты это изменить? Иов отвечает, конечно, нет И не понимая корня зла Не понимая причины явления Естественно, невозможно Изменить течение событий Прошли болезни И в конце показалось сокровище бессмертия Не старайся более испытывать О множестве погибающих Ибо они, получив свободу Презрели Всевышнего Пренебрели закон его И оставили пути его А еще и праведных его попрали И говорили в сердце своем Нет Бога Хотя и знали, что они смертны Ну, тоже понятный разговор Это наказание за вполне осознанное их действие Как вас ожидает то, о чем сказано прежде Так и их жажда и мучения Которые приготовлены Бог не хотел погубить человека Но сами сотворенные Обесславили имя того, кто сотворил их И были неблагодарными к тому Кто предуготовил им жизнь Посему суд мой ныне приближается О чем я не всем открыл А только тебе и немногим тебе подобно Ну, вот Ездра, человек, которому это открыто И который этим делится с нами Я отвечал и сказал Вот ныне, Господи, ты показал мне Множество знамений Которые ты начнешь творить при кончине Но не показал, в какое время Одного только не достает Когда? Да, вот будут ученики Иисуса Спрашивать и ответа не получат Получит ли ответ Ездра Мы узнаем в девятой главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok